Утро для 11-ти классников лицея номер 4 сегодня началось необычно. Не с уроков, а с завтрака с ректором ЧГУ имени Ульянова Андреем Александровым. Место встречи было выбрано не случайно. Четвертый лицей уже на протяжении нескольких лет занимает второе место по количеству принятых выпускников Чувашский госуниверситет. За чашкой чая в неформальной обстановке учащиеся общались с ректором и задавали вопросы. Будущим абитуриентам еще предстоит определиться с выбором специальности для поступления. Поэтому в первую очередь их интересовал вопрос, какие направления сейчас более востребованы. Остаются востребованы медицинские специальности. Здесь я объясняю, это не сколько, наверное, большими заработками в здравоохранении, хотя они возросли и приличные. Но, в общем-то, это интерес в первую очередь. Вот мы опрашивали поступившую на медицинский факультет, на психологию, клиническую психологию. И главным побудительным мотивом является все-таки интерес к будущему роду своей деятельности. Поэтому на первом месте педиатрия. Более 15 заявлений на одно место. Это радует, потому что педиатр – это врачи, которые работают с детьми. На втором месте юриспруденция. Сохраняется такой вот некий френд интереса юриспруденции. И далее идут стоматология, формация, технические специальности, отмечу, строительство. Ректор Чугу отметил, что конкурс на бюджетные места осуществляется по результатам ЕГЭ. Но есть возможность поступить и по целевому направлению. Формируется свой пул, свой конкурс. Среди цивиликов свой конкурс. Допустим, три места, четыре, пять, десять может человек подать. Но у них свой внутренний конкурс. Это нормально, совершенно правомерно, законодательно правильно. Также и по остальным направлениям. То есть механизм понятен. Можно сейчас уже о своих желаниях заявить либо предприятию, которое нуждается в таких специалистах, куда вы планируете пойти, или до министерства, которые будут этот резерв формировать и приступят во время весенней кампании приемной формирования от целевого заказа. Чугу имени Ульянова сотрудничает с зарубежными вузами, благодаря чему наши студенты имеют возможность пройти там стажировку по своим специальностям и обменяться опытом. Мы начали работать с такими странами и с такими вузами, как Иванский государственный медицинский университет имени Хитара Герации, это Армения. Белорусские вузы, ряд в целых, и педагогические, и классические университеты. Это Казахстан, здесь больше преподавательские обмены. Вот только в июле со стажировки вернулись наши студенты из Еревана. В свою очередь армянские студенты были здесь на практике по тем специальностям, которые их интересуют. Дело в том, что в любом вузе несколько неровно развивают стильные специальности. Допустим, где-то хорошо нейрохирургия. У наших армянских коллег это очень хорошо развито направление. В то же время у нас, допустим, эндопротезирование, ортопедия. В силу того, что у нас есть федеральный центр, здесь лучшие технологии в России, я считаю. Встреча получилась довольно познавательной. Ребята узнали для себя всю необходимую информацию, которая пригодится им при поступлении в ЧГУ. Приоритеты будущими выпускниками уже расставлены. Я бы хотел поступить, скорее всего, на радиообслуживание или IT-технологию. Потому что мне очень нравится заниматься информатикой, и вроде бы у меня это получается. А на радиообслуживание, потому что я сдаю помимо информатики еще и физику. Такая неформальная встреча прошла в рамках нового проекта. Еще летом городская администрация и ЧГУ подписали договор о сотрудничестве, направленного на профориентацию выпускников. Так что практика проведения таких встреч школьников с руководством университета в формате делового завтрака будет продолжена. Кроме того, учащиеся школ города примут участие и в университетских субботах. Когда наши школьники города Чебоксара будут ходить на факультеты ЧГУ, лекторы будут проводить открытые лекции, семинарские занятия. Тема будет заранее объявлена, и по сути на эту тему будут приходить все школьники города. Это будет и общество знания, это будет и физика, это и математика, медицина. Практические занятия, это должно быть очень интересно. Анастасия Захарова, Степан Гурьянов, ЖИН Столица.